Второй вариант – пикточарт. Ну вот у меня сейчас на экране сказочка «Теремок». Это вариант, когда можно сказку переделать в инфографику. Чтобы поближе ее рассмотреть, вот ссылка на оригинал. Там можно чуть-чуть получше это все увидеть. Ну и еще парочка ссылочек на этот же сервис. Ну, другие шаблончики. Пикточарт, надо сказать, не изменился. Ну и немножко интерфейс поменялся, это не страшно. А по бесплатным тарифным планам вся та же политика у него и осталась. В пикточарте достаточно много шаблонов, там более 100. Но, к сожалению, бесплатно можно создать только 5 проектов. У каждого шаблона можно менять фон, выбирать разные блоки. Ну, в общем, инструментарий примерно такой же, как и в предыдущем сервисе. Более того, здесь появилась возможность создавать многостраничную инфографику. Нажимаем на значок «плюсик» и добавляем новую страничку. И у нас получается вроде как презентация. В одной инфографике сразу много всего. Кнопочки на английском языке, но они примерно такие же, как в предыдущем сервисе. «Графика», «Тексты», «Диаграммы» и «Графики», «Карты» – это платная опция. Ну, и «Стайлс» – это стиль оформления, то есть оформительские штучки. В целом, картинку, что можно сделать с картинкой? Получаем на нее ссылку и получаем код. Можно встроить ее на страницу сайта и блудка. С этой точки зрения, пикточарте необычайно щедрый сервис, потому что коды дают не все сервисы, в основном ограничиваются только ссылками. Очень похож на канву. Пикточарт, он не только, кстати, инфографику делает, у него есть возможность и создать обычную графику, и презентации, ну, в общем, как канва практически. Но, конечно же, пока еще шаблонов уступает. Плюс дополнительно я вот в красную рамочку вынесла новая опция, которая появилась – это возможность озвучить инфографику. Может быть, это не так интересно, но такая возможность есть. Можно подключить веб-камеру и записать себя. Ну, вот в таком формате, как сейчас проходит вебинар. То есть в окошечке появится ваша говорящая голова, и вы будете комментировать инфографику. Этот вариант подходит, например, для обучения. Если вы создали для учеников, хотите что-то прокомментировать, то такой формат очень неплох. Записывать можно аудио, видео до 5 минут. Ограничения можно скачать готовую инфографику, но всего лишь только 2 раза. Это безумно мало, конечно же. Поэтому либо скриншот наше все, либо код, чтобы встраивать на страницы сайта и блога. В таком формате это, в общем, неплохо работает. Жаль, что проектов очень мало. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!